Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Меня зовут Рик Реннер. Добро пожаловать. Сегодня мы продолжаем разбирать первую главу послания Иакова и говорить на тему преодоления трудностей. Как преодолеть трудности? В прошлой встрече мы говорили о том, что Бог никогда нам не дает, как и о том, что Бог дает всегда. Мы должны это понимать, чтобы знать, чему сопротивляться, а что принять. Но что, если вы уже столкнулись с трудностями? Что мне делать, если у меня уже неприятности? Как мне найти выход из сложной ситуации? Скоро узнаете. Но прежде я должен вам сказать. Я искренне верю, что сегодня вы узнаете что-то новое из Божьего Слова. А сейчас давайте откроем первую главу послания Иакова и начнем читать со второго стиха. Здесь сказано, «С великую радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Кто-то может сказать, «Но я вовсе не хочу радоваться, когда впадаю в искушения». Для начала постарайтесь понять, что он имеет в виду. Во-первых, Иаков начинает с фразы «Братья мои». Можно я позволю себе небольшое отступление? Я хочу рассказать кое-что важное о фразе «Братья мои», где «братья» — это перевод греческого слова «адофос», которое бывает как мужского, так и женского рода, и употребляется в значении «брат» или «сестра». Существует два варианта употребления корня слова «адофос». Во-первых, оно описывает брата или сестру, которые родились от одной матери. Стало быть, это одноутробный брат или одноутробная сестра. Но здесь слово «брат» употребляется не в общепринятом значении, а так, как оно употребляется в Новом Завете. Например, в Новом Завете Павел пишет, «Приветствуйте братьев лапзанием святым». Он говорит, «Приветствую братьев, я горжусь быть вашим братом». Он использует слово «брат» в наиболее распространенном смысле, в котором оно ранее никогда не использовалось, вплоть до эпохи Александра Великого. Александр Великий считался величайшим воином, величайшим полководцем своего времени, и для каждого солдата было честью служить под его началом. Время от времени Александр Великий сооружал большую сцену, и он созывал сотни или даже тысячи солдат, его обожателей. Он поднимался на сцену, и одно за другим оглашал имена воинов, которые участвовали в кровопролитных сражениях, и которые, несмотря на все тяготы, сохранили преданность. Он приглашал их на сцену, заключал в свои объятия, и говорил, обращаясь к собравшимся воинам, «Да будет вам известно, что Александр Великий гордится называться братом этого солдата». Именно тогда слово «брат» стало впервые использоваться в общепринятом значении, в котором оно используется и в Новом Завете. И по сей день, даже сегодня мы слегка, небрежно говорим «Привет, братишка!» «Привет, братан!» «Привет, сестренка!» Но во времена Нового Завета это было очень емкое, авторитетное заявление. Это слово применялось в армейских кругах и было заимствовано у Александра Великого, который употреблял его, чтобы сказать, «Ты и я, мы оба сражались, мы терпели лишения, но ни разу не отступили, и мы продолжаем бороться. И до тех пор, пока ты участвуешь в сражении, в точности исполняя возложенную на тебя задачу, я горжусь быть твоим сослуживцем». И это именно то, как это слово используется в Новом Завете. Иаков обращается к верующим, которые испытывают трудности, и вместо того, чтобы пристыдить их за отчаянное положение, он приветствует их как братьев. Он говорит о них, что они преданные воины в огне сражения, что они упорно сражаются, и пусть они еще не одержали победу, но они не сбежали с поля боя. Поэтому Иаков говорит, что гордится своим знакомством с такими людьми. Точно так же и мы не должны забывать сказать тем, кому сейчас тяжело, что мы гордимся ими. Возможно, они еще не одержали победу, но они продолжают бороться. Возможно, вам не понять их трудностей, однако они ведь продолжают приходить в церковь, уповать на Бога, поднимая руки в поклонении, хотя эмоционально им тяжело это дается. Они делают все возможное, чтобы победить, и мы должны всячески подчеркивать, что гордимся знакомством с такими людьми, так как это укрепит их веру и послужит им поддержкой. Это именно то, что делает Иаков во втором стихе первой главы своего послания, когда он говорит, «С великую радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Заметьте, чего он и мне говорит. Он не говорит, что они должны получить удовольствие, когда впадают в различные искушения. Библия нигде не говорит, чтобы мы были довольны проблемами, но она приписывает нам считать это радостью. Где слово «принимать» или «считать»? Это перевод греческого слова «хигеомае», что значит «считать что-либо именно таким». «Считать что-либо именно таким». Например, хотя Авраам и понимал, что его тело почти мертвело, написано, что он счел его живым. И хотя ощущения говорили об обратном, но он посчитал, он расценил, он обращался с ним как с живым. То же самое слово встречается в 6 главе послания к римлянам, где нас призывают считать себя мертвыми для греха. Возможно, в данный момент вы чувствуете, что вы живее всех живых, но верой вы считаете себя мертвыми для греха. И вы, хигеомае, считаете себя живыми для праведности. Вы не полагаетесь на свои чувства, но вы, хигеомае, вы так считаете, вы так думаете, это ваша позиция, вы так решили. И это то же самое слово, которое Иаков использует в этом стихе, говоря, «принимайте с радостью». Он, по сути, побуждает нас принять решение. Возможно, вам сейчас вовсе не радостно, и обстоятельства складываются не лучшим образом. Но вместо того, чтобы покориться обстоятельствам, вы принимаете решение быть выше обстоятельств. И это именно то, о чем Иаков здесь говорит. И заметьте, что Иаков не говорит нам гоняться за счастьем, чтобы это не было самоцелью. Счастье приходит и уходит. Можно проснуться счастливым, а через несколько часов загрустить. Можно проснуться в хорошем настроении, но кто-то вас обидел, и вот у вас уже плохое настроение. Счастье изменчиво. Я бы сказал, что счастье подобно рябе на поверхности воды. Водная поверхность подвержена влиянию внешней среды, погодных условий. Она подвижна. Она подвержена изменению. Так же и ощущение счастья. Оно приходит и уходит. Сегодня вы счастливы, а завтра нет. Но на дне озера или реки всегда сильное подводное течение. Поток воды постоянно движется. И это не зависит от погодных условий. Что бы ни происходило на поверхности, это подводное течение все такое же сильное, размеренное. Вода постоянно перемещается. Вот что такое радость. Радость — это сверхъестественное подводное течение. Это греческое слово «хара», однокоренное со словом «харис», что переводится как «благодать». И это говорит нам о том, что благодать вдыхает в человека радость. Это то, что внутри нас. Потому что Дух Святой живет внутри нас. Стоит нам перестать сдерживаться, и эти мощные потоки радости устремятся в нашу жизнь, независимо от того, что происходит на поверхности. Иаков говорит, «Примите решение. Принимайте с радостью. Выбирайте радость. Решите, что выйдете победителем, несмотря ни на что». Кто-то может сказать, «Брат Рик, ты не понимаешь всю сложность моей ситуации. Как я могу радоваться, когда у меня столько проблем?» Посмотрим, что скажет на это Иаков. Он говорит, «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Заметьте, он не говорит, «Если впадаете в различные искушения». Он говорит, «Когда». По-гречески слово «когда» употребляется в сослагательном наклонении. А это значит, что это неизбежно случится. Наступит момент, когда у вас будут искушения. Это греческое слово описывает что-то, что застигнет вас врасплох, станет для вас неожиданностью. Кто-то может сказать, «Я не согласен. Со мной этого не случится». Этого бы и не случилось, если бы вы могли поступать по духу в 100% случаев всегда. Но я еще ни разу не встречал того, кто бы поступал по духу в любой ситуации. А если бы могли, то мы бы смогли уклониться от любых нападок дьявола. Но из-за того, что мы все еще учимся поступать по духу, бывают моменты, когда мы этого не делаем. И в такие моменты мы допускаем ошибки или нас атакует дьявол. И наступает момент, который застигает врасплох, становится для нас полной неожиданностью. Иаков пишет, «Принимайте с радостью, когда впадаете в различные искушения». «Впадаете» — это греческое слово «перипепто». «Пери» означает «вокруг». А «пепто» — это греческое слово, означающее «упасть вниз головой». А вместе это слово, означающее «глобальную катастрофу». «Пепто» — вы летите вниз головой. Вы на самом дне. А приставка «пери», что значит «вокруг», сообщает нам, что мы так глубоко, что нас со всех сторон окружает все то, что с нами происходит. Такое чувство, что проблемы повсюду. «Пери» — «пепто». «Земля уходит из-под ног, и нас буквально обложили со всех сторон». Иаков говорит о крупных неприятностях. Интересно, что в Евангелиях Иисус также употреблял слово «перипепто» или «падение», когда Он рассказывает притчу о добром Самарянии. Эта притча побествует о человеке, который держал путь из старого Иерихона в новый Иерихон. И пока он был в пути, написано, что он попался разбойником. «Где попался» — это то же самое слово, которое Иаков употребил во втором стихе первой главы. Но в данном случае Иисус говорит, что этот человек попался разбойником. «Пери пепто», что он буквально наткнулся на них, и они окружили его со всех сторон. А что сделали разбойники? Они ограбили его, избили и оставили умирать. Раздели, избили до полусмерти и ушли. И теперь Иаков использует то же самое слово, чтобы сказать нам, что даже оказавшись в ситуации, которая способна причинить вам ущерб, нанести удар и практически обречь на смерть, что даже тогда мы должны сделать выбор радоваться. А теперь я вам дам ряд практических советов. Если для того, чтобы принять это решение, вы ждали, когда наступят проблемы, то вы ждали слишком долго, потому что ваши эмоции уже находятся под ударом. это следует сделать заранее, загодя. Как бы жизнь меня не била, что бы ни замышлял против меня дьявол, неважно, что сделают мне люди или сама жизнь, я заранее принимаю решение, что в конечном итоге я всегда буду победителем. С верой я всегда побеждаю. Что бы ни случилось, я выбираю радость. Это должно быть сделано заранее. А если вы еще этого не сделали, сделайте это сегодня. Молитесь и скажите себе, «Я буду победителем, я буду радоваться, я буду торжествовать победу, и из любой ситуации выйду победителем». Это то, что Иаков говорит своим читателям и нам с вами. Он говорит, «Братья мои, с великою радостью принимайте даже те искушения, которые угрожают в вашей жизни». И заметьте, что в этом стихе он использует формулировку «различные искушения». Здесь каждое слово интересно. Слово «различные» — это греческое слово, означающее «разнообразные», «многогранные», «острые». Один исследователь перевел это как «многоцветные искушения». Это же самое слово используется и в бытии для описания разноцветной одежды Иосифа. Да, это то же самое слово. И оно же используется в послании к евреям, 2, 4, где говорится о том, что Дух Святой подтверждает проповедь «Слово» различными чудесами, знамениями и дарами Святого Духа. Это разнообразие, многообразие проявлений. Это можно перевести так. «С радостью принимайте, когда впадаете в разнообразные, многоцветные искушения». Часто те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, принимают различные формы. Они не всегда идентичны. Часто, когда мы с ними сталкиваемся, в своей основе это может быть та же самая проблема, но на этот раз она приняла несколько иную форму, иной оттенок по сравнению с тем, что было в прошлый раз. И вы уже не можете совладать с ней теми же методами, которые сработали тогда. И едва вы успели ее одолеть, как дьявол подбрасывает вам новую. И на этот раз у нее могут быть уже знакомые компоненты, но он привнес в нее едва заметные штрихи, отличные от того, что было в прошлый раз. И дьявол знает, что подвергаясь многогранным испытаниям и искушениям, мы можем выбиться из сил. Вот почему мы должны принять решение, что мы сильнее любых уловок дьявола, что во Христе мы больше, чем победители, и что мы можем переживать радость и торжествовать победу. Но вы должны принять это решение до того, как подступят проблемы. Потому что, если вы дождетесь, когда они придут, эмоционально вам будет гораздо сложнее принять это решение. Ваши эмоции скажут, «Все плохо, все сложно, тебе не выбраться». Вот почему вам лучше заранее решить, «Я буду жить в радости». Далее в Иакова 1.3 говорится, «Зная, что». На греческом здесь стоит причастие. И было бы лучше перевести это так. «Зная, зная, 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 никогда не забывая, всегда зная, что, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение. Согласно этому стиху, если я правильно реагирую на мою проблему, она произведет во мне терпение. Большинство людей скажут, «Терпение, да кому оно нужно?» Однако слово «терпение» — это не самый лучший перевод. Это греческое слово «купомене», означающее стойкость, выносливость. Это способность держаться. Кто-то назвал это выдержкой. Это сверхъестественная способность вынести все до конца. Это сверхъестественно. И если вы правильно реагируете на испытания, с которыми столкнулись, то они не смогут вас сломать. Но ваша реакция сверхъестественным образом выработает в вашей жизни тот божественный компонент, который Библия называет «купомену» — «выдержка». Это способность продержаться и выстрелить до тех пор, пока вы через это не пройдете и не получите свою награду. Но давайте еще раз посмотрим на этот стих. Здесь сказано, «зная, что». На греческом здесь стоит причастие, что значит «зная, зная, зная, никогда не забывая, но всегда зная, что». Это очень сильное выражение. Что-то, что мы просто обязаны знать. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Обратите внимание на слово «испытание». Это греческое слово «докимадзо». Это специфический термин, означающий испытательный процесс. Испытание предмета с целью выяснить, так ли он хорош, как это заявлено. Это может быть новый продукт, который все нахваливают. И кто-то приходит, чтобы взять его на пробу. Они говорят, «Хм, производитель хвалит свой продукт, как что-то действительно стоящее. Дай-ка я проверю, насколько он хорош». Так что это одновременно и проверка, и возможность для продукта на деле доказать то, насколько он хорош. Доказать свою прочность, свою надежность. Это слово можно перевести как «доказать» и как «испытать». И здесь Яков говорит нам, «Испытание тут как тут, дьявол тут как тут, жизнь бьет ключом». Стоило вам заявить о своей вере, о своих намерениях или чем-то похвастаться. Например, вы всем говорите, что отныне будете жить в божественном здоровье. У вас никогда не было проблем со здоровьем. Но теперь вы верой получили откровение об исцелении и во всеуслышание заявили о своем намерении жить в божественном здоровье. Дьявол это слышит. И он идет, чтобы проверить вас на прочность. «Так ты, значит, собрался ходить в божественном здоровье». Вот мы сейчас посмотрим, насколько серьезно все то, что ты здесь наговорил. И он атакует вас болезнями, недомоганием, пытаясь вас сломать, наблюдая за тем, а не удастся ли ему заставить вас отказаться от своих слов. Так же и с финансами. Вы начали приносить десятины пожертвования, как вдруг у вас начинаются финансовые трудности, тем самым дьявол проверяет вас на прочность, потому что вы поверили Богу в финансовой сфере. Он испытывает вас. Но это ваша возможность сказать, «Ты хочешь узнать, из чего я сделан? Сейчас узнаешь. Если ты решил проверить меня на прочность, ты увидишь, что я не поддамся, не пойду на уступки. Я верю и потому говорю. И я докажу свою веру». Выходит, что испытание, которому вы подвергаетесь, дает вам возможность подтвердить, доказать высокое качество продукта. Вот что это на самом деле значит. Иаков пишет, «Зная, что испытание или возможность доказать производит терпение». Слово «производит» — очень важное слово. Оно состоит из двух греческих слов. «Ката», что значит «вниз», и «эргадзумай», что значит «работать», «трудиться». Вместе оно образует очень длинное греческое слово, которое описывает что-то, что идет сверху вниз, скажем, «от макушки до пят». Иаков употребил это слово, чтобы сказать нам, что у нас есть выбор. Когда дьявол подойдет и устроит нам проверку на прочность, мы можем опустить руки и сдаться. Или же мы можем сказать, «Вот что, дьявол, если ты и вправду хочешь узнать, из чего я сделан, и так ли я серьезен в своих намерениях, то я докажу тебе всю серьезность своих намерений. Я не поддамся и не отступлю». Когда мы оказываем ему сопротивление, чтобы доказать свою веру, в этот момент Бог сверхъестественно соединяется с нами. Это что-то вроде химической реакции. Если я бездействую, мне хочется опустить руки, уступить и сдаться. Ничего этого не будет. Но если я сопротивляюсь, отстаивая свою веру, свою позицию, происходит нечто сверхъестественное. В Библии сказано, что от макушки головы до подошв ног, проникая во все клеточки нашего тела, такое поведение производит в вас терпение. Это чудесное греческое слово «хупомену». Терпение от греческого «хупомену» в ранней церкви считалось королевой всех добродетелей. Я знаю, что большинство из вас не считает терпения добродетелью. Но послушайте, что это слово значит на самом деле. Греческое слово «хупомена» состоит из приставки «хупо», что значит «под», например, «быть под бременем», «нести тяжелый груз». А вторая часть — это слово «мено», что значит «я остаюсь, я буду здесь». Это твердое решение, это мое место, «я не отступлю, не сдамся, не пошатнусь». Я отказываюсь сдаваться, это моя территория, и я никому ее не уступлю, «мено», я остаюсь. Однако, если соединить эти два слова вместе, «хупо», что значит «под тяжестью груза», и «мено», твердое решение оставаться на прежнем месте, то это олицетворяет собой человека, на которого давит невероятно тяжелый груз, который вот-вот его раздавит. Или давление станет настолько сильным, что ему захочется все бросить и уйти. Но в сочетании со словом «мено», оно описывает человека, который говорит, «как бы тяжело мне не было, какой бы яростной ни была атака, я, «мено», я принял решение не отступать. Это мое место. И как бы не было тяжело, как бы не было трудно, я, «мено», принял решение, что не отступлю ни сейчас, ни потом, никогда. Я не откажусь от своих слов, не отступлю от своей веры. Моя позиция неизменна. Я доверяю тому, во что я верю. Вот что такое греческое слово «хупомено» — терпение. Вот почему в ранней церкви терпение называли королевой всех добродетелей. Они понимали, что если у них будет это качество, то вопрос не в том, победят ли они, вопрос лишь в том, когда это произойдет. Видите ли, дьявол не знает, с какой стороны подступиться к человеку, у которого есть выдержка. Если кому-то не хватает выдержки, то он может наносить им удары со всех сторон, стоит чуть надавить, и они тут же сдаются. Проблема в том, что как только дьявол поймет, что вас можно запугать, он сядет вам на шею, и вы постоянно будете менять дислокацию, перебегаясь с места на место при любых трудностях, и скоро подобное поведение войдет у вас в привычку, когда вы постоянно убегаете, мечетесь, едва завидев дьявола. Но если вы умеете проявить терпение, выдержку, то вы недвижимы. И тогда единственный, кто сдаст свои позиции в этом случае, это дьявол. Единственное, что изменится, это ваши обстоятельства, а вы — та гора, которую ничем не сдвинуть с места. И это абсолютно сверхъестественно. это сверхъестественное проявление, которое начинает действовать в нас в тот момент, когда мы противостоим дьяволу. Здесь сказано, «зная что». «Зная, зная». «Я это знаю и никогда не забываю», «зная, что испытание веры». Когда дьявол приходит, чтобы нас испытать, также можно перевести как «проба» или «подтверждение вашей веры». Когда вместо того, чтобы дать этому себя сломать, вы говорите, «ты хочешь знать, из чего я сделан?» «Отлично!» «Смотри!» И вы даете ему сдачу. Вы говорите, «я не отступлю!» «Я не откажусь от своих слов». В тот момент, когда вы даете ему отпор, начинается та самая химическая реакция, и Бог с головы до ног наполняет вас тем божественным элементом, который Новый Завет называет терпением, но лучше перевести это как «стойкость», «выдержка». Это греческое слово «хупомено», которое еще переводится как «выносливость», «стойкость». Один богослов переводит это как «способность держаться». Если вы хотите исполнять что-либо из того, к чему Бог вас призывает, вам необходимо обладать подобной силой. И вместо того, чтобы сдаться, пришло время дать дьяволу сдачи и позволить Богу с головы до пят наполнить вас этим божественным компонентом под названием «хупомено» или «выдержка». Вот о чем мы поговорим в следующий раз. А я хочу напомнить вам, что мы здесь для того, чтобы молиться за вас. И мы очень серьезно к этому относимся. И если вы попросите нас о молитве, я вам гарантирую, что наш молитвенный отдел будет от всего сердца молиться за вас. Для связи с нами воспользуйтесь информацией на экране. Сообщите нам о своих нуждах, и мы будем молиться. Но прежде чем закончить, я хочу напомнить вам слова Экклесиаста 8.4, где Библия говорит, «Где слово царя, там власть». И пусть Божье слово действует в вашей жизни и высвободит свою божественную силу в вас. Увидимся в следующей программе. У меня есть электронная книга «Если вас преследуют неудачи». Время от времени мы все сталкиваемся с трудностями. Они — неотъемлемая часть жизни. Это вовсе не означает, что вы делаете что-то неправильное. Наоборот, это может означать, что вы делаете что-то правильное, и поэтому дьявол преследует вас. Что вам делать, когда у вас появились трудности? Какой шаг вам следует предпринять, чтобы пережить это трудное время? В своей книге я излагаю все это для вас. Эта книга станет для вас благословением. К тому же, она бесплатная. Чтобы получить ее, вам нужно лишь зайти на сайт ignc.org и скачать ее, и она тут же появится на вашем устройстве. Так что заходите туда прямо сейчас, скачивайте. Я верю, в этой книге вы найдете ответы для себя. Меня зовут Джол Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка, прослужение «Облагая весть онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше, и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста. А после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизнь и еще многих других людей. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин